Итак, здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на борту нашего судна и предлагаем совершить увлекательную морскую прогулочку вдоль подножья древнего потухшего вулкана Карадак. Карадак в периоде из Тюрска означает Черная гора. И взрывался этот вулкан еще в юрский период Мезозойской эры, 150-160 миллионов лет назад. Но примерно 70 миллионов лет назад, уже в момент образования современного узора нашей планеты, произошел разлом этого вулкана, и большая часть, отколовшись, отошла под воду. Вся наша экскурсия пройдет до этого разлома, мы с вами увидим все вулканические процессы, как бы и из глубины центрального кратера. Вы можете себе только представить, что на момент свершения протяженность этого вулкана достигала 20 километров, и высота была более 3000 метров на дороге моря. Начались его путешествиями от причалах у родного поселка Коктебель. Коктебель, опять же, из Турского, означает Страна Голубых Игоршины, Долина, Синий Гор. Поселок был основан еще за тысячу лет до нашей горы, легендарными кемерийцами. Дольше здесь жили и потом Кедавры, но еще позже уже Скифы и Сарматы. В 20 веке в этом поселке есть такой известный художник, который от Коктебеля Максимилиан Александрович Киренко, Волошин. Дом музея Макса Волошина можно с легкостью видеть на набережной Коктебеля. Ему еще при жизни самоприрода возникла нерукотворный памятник, и так смотрим все вперед. Крайний левый вертикальный срез скалы. 300 метров скалы на фоне неба напоминают профильница человека. Сверху приступка кучу, далее лоб, ботина, тазница, нос, луца и борода уже запускается практически в муле. Похоронен же Максимилиан Александрович, переводим наши взоры уже на левый бортик. Кто не знает, где лево смотрит на меня, я показываю, горка поменьше, кучу, кинруша, молния, чар, молния, защитник, зеленое здание с вышкой по гранд заставу. Вверх поднимается тропа, и на вершине горы мы видим одинокое дерево. Именно под этим деревом по завещанию и был похоронен Максимилиан Александрович Киренко, Волошин. Темного цвета, вот гусенькая полосочка земли, вот самый ближний к нам мыс. Добрак Каян. Глиняная или земляная скала. Но у этого мыса есть еще одно название, мыс Хамелеон. Кроме того, что по своей форме он, безусловно, напоминает этого причудливого сверка. Также, благодаря глинистым сланцам, из которых он состоит под разным громом освещении, способен менять свой цвет. Все это не что иное, это мулканический пипец, который за 150 миллионов лет напитался полезными минералами и превратился в синюю глину. Глина. Глина это лечебная, девушки мажут кожу этой глиной. Кожа потом маргатная целый год. Ну, если, конечно, глина не смывает. Ну, а местные старики даже употребляют в пищу по полчайной ложечки. Для улучшения работы с желудочно-кишечного тракта. Но я не употреблял, поэтому советовать вам не буду. Перед этим мысом находится Бухта Мертвая. Заней Бухта Тихая, известная своими песчаными пляжами. В 1961 году отдыхающие Тихой Бухты, Дайсакова, Ктебеля наблюдали поистине сказочную карантинку практически в берегу этой бухты. Подходил огромный деревянный парадыш с Петербургом, Усами. В Америку белого красавица, а соль. А у Доверных были врусные капитаны. Какой-то есть, я знаю. А вот это вверх. А я подавлю, как-то, для фильтры, да, такие? Вот это просто хочу правильно привязывать. Вот это все, можно сказать. Рано тут рыбу продают, вы знаете, в шею. А пожарите где-то, да? Дома пожарят. Как я рассказываю, там Рано, а на базаре едет 250 кипань. Здесь, в Киргенгазе рыба и кипань, 250 кипань. И это там все. А тут Рано, в шею. Вон все эти стоят, вон она кефальта, в сетях. Вот сети стоят, Юра. Вот они там, лучше там ее ловить. Да, ну да. Там-то не продают в сетях-то, там свободно. Это Кипалин. А бог, я тоже, я тоже. Адрес, продаватель. Просим обращения за небольшие технические неполадки. Ничего страшного. Значит, небольшой поселок расположен на берегу моря. Называется поселок Рженикидзе. Большая царская Бубновка, поместье адмирала Бубнова. В советское время поселок был закрыт и даже не был обозначен на географических картах. Так как на территории этого поселка находились два военных завода, гидроприбор и гидроаппарат. Там производили боевые торпеды и оборудование для катеров и подводных лодок. В нынешнее время заводы не работают. Поселок можно совершенно свободно посидеть. Ну и самый крайний мыс, самая крайняя горочка по левому бортику, мыс Кикаклама. Выступающий Илья, выпрыгивающий вперед. За ним уже находится огромная путь от двуякорная. Это левый мыс Святого Ильи. Уже непосредственно Феодосийский залив. И город Феодосия, древнегреческого бога Нанная. Но мы переводим наш взор и снова на правый бортик. Такая крупная скалистая вершина светлого цвета с многочисленными острыми узлами. Скала Сюрюг-Каян. Скала Билайли, острая скала. Высота этой скалы 507 метров над уровнем моря. Сложена она из остаточных пород. И это не что иное, как бывший коралловый риф мирового океана Титис. Хотя и образовалась эта скала здесь гораздо позже, чем самолета. Но все равно является одним из его внутренних хребтов. Но мы с вами подошли к первому береговому массиву. К первому береговому хребту Карадага. Который называется Кок-Каян. Голубая или синяя скала. Можно даже сказать зеленая скала. Так в киржском языке не было различия между этими цветами. Голубой, синий и зеленый. Их назывались одним словом Кок. А все-таки название Кок-Каян. Кок-Каян. Но мы с вами сейчас выйдем из Кок-Тибельского залива. В открытое море. Войдем в воды Карадагского природного заповедника. Там я пора продолжить его рассказ. В ходе которого буду знакомить вас с мысами, гротами, оптами Карадага. А также мы посетим вас за льтовую арку. Угонического происхождения скалу золотых парадок. Советую всем приготовить монетки. Для чего расскажу немножко позже. Ну а пока вы можете наслаждаться видами залива, дышать морским ядерным воздухом. В общем, я предлагаю вам немного остатки. Хорошо. Атоматика, да? Ну да? Ну нет, ну больше все равно надо. Без дыши или вообще какие-то нестыдельные куда-то. В основном, вот, нахотящую веску и все, да. Чего нет? Хорошо. Хорошо, Иван. А ты тоже на газ и тепло? Нет, я вот манеджер. Я говорю, что вода, что на поле, не шла, да. Нет, в этом году не было. Ну вы знаете, что там вода, так, в колоде? Нет, ну что там? Ну, дивиться, поверните голову, вот там, где зеленка, где стежка идти, зеленка, вот там треугольник, даже фреску, так, дивиться. Ну, дивиться, зеленка наверху. Да. И вот там вода, бояречники, колодик, камень. Там потихоньку вся вода. Там видно машины заезжают. Ну, панец, завадывайте. Вот это обрак, обрак, а то влево стежка идти, влево. Да. А по верху, где вода, влево, а вы живете в раме. Это подсеркнул, который селит. Да. И вот это подсеркнул. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Такое название получили, конечно же, благодаря полудрагоценному сертолику, который, по крайней мере, раньше довольно-таки часто встречался на берегах Атеку. Найти его со временем стало довольно-таки сложно. Закрывает северную сертоликовую вухту вот этот огромный камень, выступающий в море, как бы срезан из затворной воды, имеет такое тупое окончание, будет оказываться тупой или тупиковый. Если идти пешком из Коктебеля по берегу, то здесь не нужно только для этого мыса. Далее передвигаться придется только в плаке, то есть здесь образуется своего рода тупик. Смотри, Сань. За мысом тупы мы с вами видим уже открытие сертоликовую вухту, которая, в свою очередь, закрывает вот эта коричневая скала наполовину стоящей в воде и сверху похожа на гребень петуха. Они называются, когда скала мыс, плойчатый. Образите внимание, ближе к вершине этого мыса интересный узор, похож на отпечаток огромного большого пальца. Наука не смогла придумать объяснение этому узору, но люди тут же придумали легенду. Сам шайтан. Мусульманский дьявол. В то время, когда еще извергался в Ухан-Карадаг, спустился проверить, не остыла ли плама. Прикоснулся к этому мысу, обжегся, оставил свой отпечаток пальца, да и сам палец. После чего окаменел, обломился и остался на вершине Карадага. Итак, поднимаем взоры выше. Огромная, одиноко стоящая 72-метровая колонна. Скала называется Шайтан-Бармак. Вверх, заданный, лечет от палец. Со стороны моря скала и медведь перевернуты от раздвоенного черного копыта. Ну а сейчас мы с вами подошли уже к самой известной южной северной льковой бухте. Темный потек в правом углу бухты, 6-метровый водопадик, источник пресной воды. Вверх, от которого поднимается огромное ущелье, но поросло лесом. Называется ущелье Игья-Урбах. Затый виноградник неверных. Древние жители, в основном, конечно, мужчины. Вернувшись с войны или дальних походов, именно здесь проверяли верность своих жен. Итак, мужчины, внимание, жена должна набрать вам пару воды в источнике у моря. И сам порой на голове. По крайнему следу скалы влево, вот по тропе неверных жен поднятся на самый верх. Если она проливает хотя бы каплю воды, по поверью, считается неверной. Ее сбрасывают с самой вершины Карадага, вон оттуда. Кстати, сейчас правительство приняло решение об обновлении этой древней трансляции. Обратом мы обязательно зайдем в эту бухту. Все мы с вами знаем выражение. Дело не в этом. Они туда полетели, а камни оттуда посыпались. Вот ее прямо здесь вот... В 1936 году он отдыхал в этой бухте. Безумно влюбился в эти места и своей жене Марине Владе посвятил такие строки. Я пришел к тебе не... А вот это бухта Барахты называется. Я пришел к тебе. Она есть бухта. Барахты. Это именно бухта. Ну а бухта Ахты это бухта Ахтияр, находящаяся близ Севастополя. Выражение моментально ушло в народ, первую строчку забыли. Ну а с бухты Барахты до сих пор у нас. Остроконечная скала закрывает эту бухту, скала Барус. Действительно похоже, что натянет огромный подводный корабль на север. С надуваемой юго-западным метром. Вверх от бухты поднимается крутой ущелье и коридор. Лево-обвертная стена и справа. Справа-обвертная стеночка называется стеной или дайкой Лакорио. В честь ученого-вулканолога Александра Лакорио, который еще в 1862 году доказал, что городак это не просто накромождение скала, а именно древние подушины вулкан. Ну а мы с вами подошли уже к самой большой, да и, наверное, самой интересной части кородака. Твои друзья там, да. Три метра у Патыпы. Твои друзья. Или вершина с пещерами. Посреду моря мы уже сейчас с вами видим. Называется пещера Грод Рекущий. Глубина грода 70 метров, то есть эквалангист, глубь кородака может пройти до отметки 70 метров. Далее проход сужается, в глубины грода течет пресная вода. Это открытое мы с вами могли видеть в кинофильме Челыка Мфибия. Момент, когда театр плавливает сетями из воды, снимался именно здесь, в Гроте Рекущих. Ну а по легенде место считается логолом легендарного кородакского змея. Огромного морского чудовища. Которое почему-то видят только те, кто приезжают на воду, как в дебиле, за слов потребят место вину, и подолгу находятся на этом солнце, без панамки. Но там этот зверь пока еще почему-то не встречался. Мне тоже не встречался. Подтеки на скле, слезы, шайтаны из четыре сетних водопадов. Это панамки, они же как-то из панамки. В небольшом роте находится ванна природного премьера. Остальные больше нет ничего такого панамка. Глубиной всего 35-40 сантиметров, а сверху некобы пресная вода. С моря заходит морская, образуя своего рода коктейль, и называется она ванна молодоженов. Существует поверье, если молодожены в день своей свадьбы искупаются в этой ванне, они будут жить долго. Конечно же, счастливы. Ну и может быть даже вместе. И умрут, конечно же, в один день. Скорее всего, в этом же очень скользком этой ванне. Ну а мы поднимаем наши взоры на вершину Кородака. Одинокий шпиль, самая высокая скала. Ну, по крайней мере, отсюда нам так кажется. Скала называется Шайтан Каям. Скала Сатана или Скала Дьявол. Высота этой скалы 422 метра над уровнем моря. А мы с вами подходим к самому опасному месту на Кородаге. Большой и далее малый грот опять же Шайтана. Опасным место считается из-за огромной глубины под скалой 35-40 метров сразу же у стены. Из-за интересного узора береговой линии в сильный шторм и при большом течении здесь образуются водовороды, которые затягивают проходящие мимо суда, на подобии нашего, и очень часто разбивают их от скалы. Большой и далее малый грот опять же Шайтана. Над ними практически ответственная стеночка. Скала Маяк. 382 метра. Ее мы с вами также могли видеть в кинофильме «Человекомфибия». На вершине именно этой скалы с помощью монтажа, конечно. А располагалась лаборатория отца и кандропрофессора Сальватора. Но весь Кородак мы с вами могли видеть еще в, возможно, более современном кинофильме «Девятая рота». В момент, когда показывают горно-штурну Афганистан, показывают именно вершину Кородака. Высота и птичка. Далее уменьшенная копия скала Малый Маяк. 134 метра. За которой нам с вами открывается уже абсолютно заповедная. Бухта львиная. Заповедная она из расположенных там основных гнездов этого самого черноморского хохлого баклана. Ниши на все протяжение нашей экскурсии. Это мельнокрашенные пилы и есть те самые гнездовья. Закрывает мухту с напрям направления 12-метровый мыс. Кому-то напоминает черепаху, ползающую из воды и поднявшую вверх голову. Кому-то напоминает спанеля, опустившего уши в воду. На самом деле скала называется лев. Почему лев? Потому что с другой стороны она похожа на морского льва. На льва, который на протяжении уже 150 миллионов лет охраняет шемчужину Карадага. Эмблему юго-восточного побережья Крыма. Базальтовую арку гонического происхождения скалу. Золотые ворота. Существует поверье, если в золотых воротах бросить монетку в скалу, загадать свое самое сокровенное желание, оно непременно сбудется. Желание нужно загадать до того, как монетка ударится в воду. Рассказывать его, конечно, никому нельзя, может не сбываться. Желание материального характера, то есть желание на прибыль. Дай мне в монетку хотя бы брошу, я идущий там опять под соседом. Итак, кто не может добросить монету до скалы, вместо этого можно бросать крупные купюры на балл нашего судна. Услышавшение, купюры можно загадывать. По высоте мы не проходим туда, не? Кто хочет семь, желание достает свою банковскую карточку. Прижимайте ногой капитана к палубе. Мы по высоте не проходим туда, что ли, в ворота-то? Три минуты ваше желание взять. Великовато, что ли? Итак, приготовили монетки. Берем монетку в левую руку, как только вы будете уверены, что не забросить. А почему в левую руку, я не понял. Первый раз уж тут в левую руку. Какая разница, в какой руке. А что, по высоте мы не проходим туда, что ли, да? По высоте не проходим в ворота-то? Ну что же так? Ну по высоте, не по красоте. Ну вы сколько раз ходили, значит у вас высоковато немножко, да. Я вот первый раз. Да не это, смотри, он ведет нас туда. Нет, нет, не пройдет. Ну да, бросим. Ничего страшного, нет, ничего. Нормально. Черт, страшно даже становится. Может бумажник сразу? Точно долетит. Бумажник долетит, да. Да умница, умница, молодец. Не чертайся. Ты посмотри вообще. Ужас. Он идет прямо туда, видишь. Ну а что, тачку? Да все, шутки-шутки меряются. Зато память будет. Группа туриста. Ну да, ох ты, боже мой. Ну да. Ладно. Идем нормально. Вот, я о чем и говорил. Я же об этом и говорил. Они же специально подпилили даже там, видишь, чтобы... О! Конечно. С днем победы! С днем победы! Ну и давай. Бросаем монетки! Уже бросили, все нормально. Все-таки бросили, все. Бросили монетки. Ну вот, нормально же, выжили, ничего, выжили. Все в порядке. Всему миру известно, что на полях рукописи Евгения Дигин, рукой самого Александра Сергеевича Пушкина, эта скала была нарисована. Пушкин проходил из Керчи в Мурзу, на борту парусного корвета Апру. Ну а мы с вами будем лжественно обратный курс, для того, чтобы вы еще раз уже самостоятельно насладились красотами этого древнего водушевого вулкана. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, можно здесь не стесняюсь спрашивать, я отвечу на все ваши вопросы. Но у меня к вам вопрос, желающий искупаться в кристально чистых водах Каратага. Поднимаю руки вверх. Старый я стал уже, старый. Да, страшно, Вадим. Холодно, холодно. Старый стал. Купались, купались, не один раз уже, везде купались. Купание будет принудительным для всех. Молодец, молодец, молодец. Плавать не умею, мы вообще очень сильно поедем. У нас есть еще один. Итак, ложимся на обратный курс. Молодец.